МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из следственных действий в Ржевском районе Тверской области ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия. По месту жительства задержанного обнаружена изъятая снайперская винтовка, три пистолета, более 500 боеприпасов различного калибра и 10 основных составных частей оружия. В результате расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к совершению ряда преступлений. Собранных доказательств Ржевский городской суд Тверской области счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигуранту назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима со штрафом в 180 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Приговором Пролетарского районного суда города Твери ранее несудимый адвокат Олег Пучков признан виновным в покушении на мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Уголовное дело, возбужденное по оперативным материалам у ФСБ России по Тверской области, расследовалось в региональном следственном комитете. По версии следствия, в период с апреля по июль текущего года адвокат сообщил лицу, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, что может способствовать избежать ответственности, не имея реальной возможности и намерений в реализации обещанного. За свои услуги адвокат предложил передать ему денежные средства в сумме 5 миллионов рублей под предлогом дальнейшей передачи их иным лицам. 18 июля после получения адвокатом обозначенной суммы, его противоправная деятельность была пресечена. В судебном заседании Пучков свою вину в совершении преступления признал. Заявил о раскаянии в содеянном. По версии следствия, адвокат в период с апреля по июль 2023 года, находясь на территории города Твери, путем обмана своей подзащитной, которая являлась обвиняемой по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере, убедил ее в необходимости передачи денежных средств в размере 5 миллионов рублей. Деньги якобы предназначались для работников Тверского областного суда. За указанную сумму он обещал женщине через свои контакты в суде избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Приговором суда Пучкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2,5 года. Приговор обжалован прокурором и в законную силу не вступил. В преддверии Нового года в гости к судебным приставам пришел 7-летний Женя Петрушков. В рамках всероссийской акции «Елка желаний» пристава воплотили в жизнь заветное желание мальчика. Подарили ему умную колонку. Я надеюсь, что это не одно желание, которое у тебя сбудется, а еще много-много-много желаний, которые у тебя будут сбываться. Мы тебя поздравляем. Удержишь? Держи. Тяжело, да? Давай я подержу. Ну, бери бантик. Бери бантик. Удержишь? Держи, молодец. У маленького Жени проблемы с речью. И этот подарок не просто игрушка, а необходимый технический собеседник Алиса, который поможет преодолеть речевые трудности и научит говорить четко и свободно. В этом году «Елка желаний» проводится в шестой раз, и за эти годы исполнились мечты более 100 тысяч детей России. Акция будет проходить до 28 февраля включительно. Заявки на участие принимаются централизованно через официальный сайт акции «Елка желаний РФ». Акция «Елка желаний РФ»